так здравствуйте друзья итак мы с вами снимаем продолжение серия будет номер три опять про персики почему персики в сибири да еще не укрытые это чудо да на границе замерзание да не терпят обрезку которая погубила часть моего сада не отрежешь ветки с молодого дерева значит придется жить на пенсию у нас когда-то помните было проклятие в этой кинокомедии чтоб тебе жить на одну зарплату так вот сейчас наше время такое что надо переименовать это проклятие чтоб тебе жить на одну пенсию поняли да поэтому приходится резать черенки продавать и калечить деревья но тем не менее удалось явно повысить морозостойкость их хотя бы на 5 8 градусов официальные цифры персиков извините 26 28 это цифры из большинства источников и никаких супер морозостойких изобрести не удалось потому что даже те несчастные южные фактически южные персики которые пытались внедрить в россии их обязательно искалечит обязательно искалечит вот по низу морозостойкость до неприличного 20 25 градусов вот а то и просто загибаются даже летом вот поэтому мы с вами две серии сняли продолжаем значит где мы остановились вот это вот у нас была эти самые посадка это был а первый вариант я уже рассказывал один вариант выглядит это укрытие полное на зиму вот второй вариант это теплицы вот это моё вот это страховой фонд я называю результат вот такой получается немного крупнее но сейчас секундочку идем дальше значит а полностью не укрытых я тоже рассказывал вот каждый год нет не так потом черенки вот актера стрижка на продажу после этого он загибается он видите вон внизу вот этот самый белое пятнышко это как раз очередной была попытка его умереть но он опять пошел от корней и мы сейчас частично продолжаем тему второго фильма и немножко переходим на третий фильм значит теперь так укрытая частично вот так выглядят видите неплохой вариант да вот я например вот так и я ничего не укрывая но я молодой персик взял до молодой еще такой еще слабенький казалось бы кора нежненькая ну дитя детям вот я его вот так коробку накрыл и так на всю зиму оставил больше к нему не подходил но у вас были варианты можно было бы знаете иногда сопревают снегу я как бы это по теме говорю тогда получается так можно немножко бы с травы напихать сюда а потом сверху засыпать то есть как бы все пожиже что получился и такой вариант есть использую так вот вариант когда ветка не главное пригибается до земли под снегом отсиживается если вот это вот погибнет она выпрямляется вот но это вариант покруче немножко но даже комментировать не хочу так пойдем дальше пойдем дальше ильяна Александровна Савинич служит моей этой самой фотомоделью заодно учится была студенткой прошла у меня практику производственную это была такая наглость чтобы хочу железово не хочу с утра до ночи это самое тяпать чтобы не засчитали практику каком-нибудь этом каком-нибудь научном учреждении то есть каком-нибудь ГСУ вот железово научил часть учебы вот ну что скажу красный диплом сейчас уже она аспирант вот так что будем считать что годы не прошли зря но практика вот видите 21 год практика так и и осталось с практикой возможно пока я жив так она и будет продолжаться но уже всерьез вот у меня есть печать фермерского хозяйства настоящая печать вот и я бы мог даже бумажку взять и напечатать что производственная практика продолжается уже то ли три то ли четыре года вот это будет единственный на планете документ это когда выпускница вуза умеет выращивать деревья второй последний случай у меня лично а больше выпускники выходят ни чего не умеет но и мы это тоже проходили это так небольшая как бы сказать экскурс вот посадка на холмы это я своей знакомой садил обязательно посадка на холмы вот этот момент надо момент вот этот значит этот персик и вот этот персик особенно вот этот его назвали сибиряк переименовали с хасанского он теперь уже не хасанский теперь уже и сибиряк а название те люди слюни пускают раз сибиряк значит сибири растет а купим его добрая сотня плодопитомников присвоила себе эту фотографию фотография фотография это моя железо вот кто никто не верит тот пусть проверит смотрите внимательно посмотрите раз видели файл такой это дата съемки 1 сентября 2007 года видели да вот и сюда дата съемки 16 сентября 2007 года а вот эту линейку видели так вот присваивают фотографии месяц мы вот эти фотографии вот эти вот и вот эту не присваивали вот почему ну физиономия заменяет логотип вот линейка заменяет логотип но люди не знают присваивают только так вот это я уже когда-то смеясь рассказывал мне вопросы задают чаще всего такой а прививка на что и вот я тут же пишу вот прививка на мажорский абрикос видите это торец сарая а вот эта прививка на сливу китайскую на то ли красно желтый красно синие результат был практически одинаковый но я уничтожил эти деревья то и то не сразу вот я резал черенки они болели в конце концов они умерли вот но вот это пошла уже по интернету гулять вот эта фотография не каждому дается не так их много честно говоря которые можно украсить свой сайт и украсили опять же десятки сайта украсили для фотографий я все время говорю я уже повторяюсь извините но это моя любимая шутка ну хорошо пусть деревья ваши пусть плоды ваши но шефер так вы зачем у меня украли вот он шефер вот он сарай шефер то как украли и вот и нет вот это место логотипа понятно да смотрим дальше укрытие вот эта веточка лежала на земле придавленная поленом другом месте есть эта фотография вот вот это выдающаяся личность это тот самый Александр Лисеевич который мне привез 20 я еще покажу ниже 20 сеянцев все абрикосов ой персиков однолетних я их назвал минусинские вот при втором посещении мне не чем было отблагодарить я вместе с ведрами вот это вот продал ой что я натворил что я сказал клянусь богом подарил вот идем дальше вот ну что еще посылки посылки с персиками вот они видите вот с крыма так и умерли вот как посадил так и умерли сразу почему так потому что непорядочные отправцы отправцы питомниководы из крыма я удивляюсь я набираю крымские питомники я вижу роскошные плоды обычно я обращаю внимание на абрикосы на персики нажимаю оказывается они тоже но если там повторяется раз то какова гарантия что с фотографии сделано конкретном питомнике и в этом она есть один процент вероятности и в этом 1 сотая вероятность и в этом 1 сотая че чем че это дровишки нету вот это самое крымские наворвали тоже фотографии в интернете а если они перекупщики а откуда подозрение уже серьезно а зачем было присылать так чтобы они посылки проснулись а месяцем раньше нельзя было у вас же в сентябре этом марте уже оттаивает снег если он вообще там есть зачем было ждать как это самое апреля чтобы прислать прошу прощения на секунду отвлекусь слушайте ваш тимоши тимоши если закончу съемку фильма и перезвоню ладно а ты кто я или кто да ну сейчас закончу съемку все перезвоню здесь берется горло пойдем дальше с этим стало понятно значит вот под фотографии александра сеевича нижняя фотография вот это цветение его персика можем если захотим это при температурах до 38-39 градусов 40 последнее время бывает редко по ночам это всего несколько дней вот тускобило торшун пулот это моя совесть вот попробуйте когда мне тыщут морды где вы это самое не это ребята это сибирь вот тут уж тут уж не это и рад бы вас обмануть не получается лучшая фотография из этого из той серии которая непривитые персики из минусинска вот она то есть также сергея очень резали все в каждую ветку буквально однолетнюю тоже его угробили потом покажу как он возродился вот мой друг это это самый это это владимир александрович тоторов угощает моего тимошку вот как раз он мне сейчас звонил вот так вот так вот он его укрывал укрывал и кажется они у него погибли вот может возродились как вот мы и возродились не знаю вот это позирует сергея железа много не продает выращивать день может 30 50 персиков могут быть 10 раз больше но спроса настоящего нет у людей потухли глаза вроде вся россия знает а продать очень сложно вот это мои гости вот авторитетные гости это красоярская корреспондент это один из тех кто учит студентов вот но ничего согласитесь что раз железу приехали значит я чего-то стою вот когда наука и средства массовой информации у меня в гостях этим горжусь значит идем да что ты будешь делать простите жизнь и жизнь юрий владелец фильм доснимаю перезвоню так идем дальше друзья ничего зато размялся бегаю туда-сюда вместо чтобы рядом телефон положить значит это сергей макаров это мои персики тоже то есть не зря живем на свете это фотографию прислали мои персики где-то на волге это укрытие кто-то из вас ребята укрывает персики вот так северный вариант так снова доска билов снова персики значит без обман вот эта фотография тоже украли вот ну как украли где же нет логотипа на них ничего написано значит люди это пусть думают что в конкретном сайте в конкретном питомнике или магазине это все растет вот ну еще полюбоваться вот этим можно вот так можно полюбоваться в лекарстве железом вот один год столько удалось заработать на косточках так было здорово теперь ночью снимал красиво красивее выглядит ну вот так это как присваивают мои фотографии они оказываются на чужих сайтах что делать все хотят кушать вот ну еще про моего друга чернобаева я раскручу раскручу а художник вот так подумаешь один из лучших садов сибири том числе мои персики у него прекрасно себя чувствует где-то есть еще поэффектнее фотография сейчас его его а вот она вот но при этом еще раз ну уже наверное больше фильмов снимать не буду про песики агротехнику сейчас скажу несколько слов сейчас погодите где-то а значит я уже говорил как вот один способ укрытия так второй способ укрытия так третий способ укрытия тот же самый но уже попроще как бы чем не чем осталось обмотать тем чем попало это то есть всем как хотите так посадку я еще раз говорю это делается прикоп вот фотографию заменяет кучу слов так значит черенкование но я специально делал чтобы поняли это я выбрасываю а чуть ниже еще полметра это идет сергеевна питомник или вам друзья так пусть сумбурно получилось ну ничего понятно что с северной стороны они все лучше чувствует вот этот левую косой резанули а правой ничего нормально вот так еще значит это посадка на холм это я учил одну нашу местную блогершу обратите внимание видите ветка валяется это я отрезал это за мой закон нельзя я единственный в стране пропагандирую и наверное чуть ли не единственный кроме моих учеников кто это делает 99 десяток страны не обрезает при посадке и сразу с первого момента они превращаются в инвалидов так что еще про агротехнику сказать что еще сказать про агротехнику смертельная обрезка это мы с теплица получилось но она была 35 37 конечно каразе выживут эти коллеги вот но мой пример другим наука но боже мой какая скука да вот боже мойка вот это вот у меня еще тут не все фотографии видите росточек это я хвастался тот который из косточки самый лучший где было море плодов вспоминайте вот мы его добили беря с него там десятками черенки вот и он ожил и сейчас здесь мощный двухметровый куст растет мощный такой потому что прошло всего два года он возродился это говорит о его невероятной живучести 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 вот так вот значит вот такие примеры у меня были будут персик чувствовался очень плохо в конце концов погиб я дорезался видите брал начинки напрюху а от него пошел его подвой подвой загубить гораздо сложнее он же корни имеет вот и мне теперь интересно он уже прошло с тех пор еще два года жду по отношения какие вот плоды повлияет ли вегетативно персик который все таки прожил несколько лет вот на 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 его повлияет или нет на как на вкус на цвет на крупность именно абрикосов вот это вот я тоже показывал не показывал к сожалению это верхушки я резал на черенки вам продал верхушки вот эти уже в мангале но дело в чем сейчас жалею страшно до 200 рублей черенок но увидите меня в каталоге они уже они уже в каталоге мертвой то есть кончились то каталоге написано закончились и получилось так что может быть эти надо было все таки верхушки продавать что-то с них вот есть довольно прилично с каждой можно было бы взять хотя бы какую-то долю нижнюю хотя бы по 50 рублей по 100 распродать желающим я этого не сделал и даже какую-то степень людей подвел иногда есть такое выражение если нет гербовой бумаги пишем на туалетной вот ну наверное на этом рассказ заканчивается сколько успел собрал до кучи фотографий но это маленькая часть у меня друзья есть особая папка саженцы железа в других садах друзей то есть только мое только мое там вот и там гораздо больше фотографий чем здесь вот но там отдельная папка я уже не стал смешивать ну что будем прощаться что же еще сказать про агротехнику значит выращивание из косточек говорил еще раз могу сказать значит сходят неплохо посажены под зиму вроде бы мыши зуба мощные эти наверное зубами прогресс не могут в отличие от абрикосов которые еще при осенней посадке уже начинают жрать эти мыши они интересные жрут они их не сразу они их выкапывают относят себя в хранилище особую особую кладовку а потом течение всей зимы зубы полируют об этой но вроде бы персиков не касается вот сертификация персиков 50 на 50 одних прекрасно других ничего не получается но косточек как у меня сейчас нет на этом можно остановиться косточек было мало их распродал так теперь значит само собой тепловая подушка хорошо бы садить с южной стороны дома уже на большей части россии персики прекрасно могут быть вот видите это не случайно видели эту красоту вот на этом наверное я сегодняшний разговор то и закончил так друзья значит а нет не использую такой момент это грех что мы здесь видим мы здесь видим мой каталог ну по черенкам я особо каталог не рекламирую потому что деревья сильно калечу сколько просят столько и срезаю так вот а что касается всеми чекосочек ну что осталось ну а персиков я уже сказал нету так вот что у нас есть вот эта книга осталось несколько экземпляров все прекращаю продажу значит еще одну-две продам хоть и дорогая 1300 рублей цены значения вот вот это вот новинка записки зачарованных сибирского садовода 600 рубликов пересылка 200 вот эта книга не две нобельские премии но написано таким простым языком что дурак поймет а наука правда почему-то не понимает почему книги высылал диски учебные высылал высылал на президента страны дальше они пошли ниже 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 и ответа не привета то есть вот эти номерские премии с россией не пригодились новинка 100 рублевая брошюра очень полезно хвалят все ну хоть бы один камень кинул но тут есть одно но если четыре покупаете четыре то получается четыре уже не 400 рублей а по полтиннику 200 рублей предлагаю те же книги электронная версия 500 рублей первая книга 502 очень даже дешево я бы сказал обмуточная лента ну пока она в лидерах то есть лучшего еще ничего придумать не могли благодаря сафронову антон валерьевич он делает прекрасное это его работа сам где-то это на гильотине режет сам все делает и получается такой красоты товар смотрите видите вот а вот это видите что практика прививок важнейший момент и все за даром подумаешь а лет 500 рублей а то 100 штук двух этих двух размеров вот она это это самое цена пересылки 100 упаковки 500 вот диски учебные тут и здесь книга 300 рублей и в эту книгу если взять ее на диске уже даже не 600 бумажная не 500 электронная а на диске 300 ну вспомним сколько стоит бутылка водки грешно сравнивать для ну да ну как на водку деньги всегда есть на этот диск практически не продается один раз в месяц кто-то купит вот диски самые ценные 11 12 13 почему это мой семинар москве тут еще видите как отдельно о практике прививок вот это уникальнейшая вещь три дня записаны не пожалеете есть все видеофильмы снимал отдельно по статификации отдельно очеренках а вот лекции на слете в челябинске это самый когда я больше всего шашка махал рассказывал рассказывал это вершина моего творчества на подъеме вот видеофильмы в саду вот уж как надо учиться в саду они по этим сухим лекциям которые напечатаны пусть бумаги пусть напечатаны в интернете вот и обязательно летом режем зимой режем весной режем осенью режем вот и прощать деревья вот еще все это это вот тут рисунки есть а вот как по-настоящему настоящее путешествие по саду по уникальному этого ни у кого нет тут я монополист на всю планету абрикосы видите остались амуры и сеянцы амуры и артемы а потом роскошь королевский закончится май закончился рыжий закончился сыновья манжурцы еще есть что из них получится ну что я вам скажу я рассказывал что сад дублер находится еще один появился у это самое у ученого из мясского института ваулин александр юрьевич пожалуйста проверяйте есть у меня даже знаете что мой долго искать короче мне есть его доклады мне всего реферат вот и там мои деревья выросли дает по 40 килограмм молодые и с каждого дерева совершенно разные плоды а вот его так же как были сыновья это то чего ему высылал если коротко говорить вишни вот сибирский штампов еще есть они это дичавшая владимирская вишня лучшего по двое нет урожая сумасшедшая что тут еще похвастаться раз кончилось вроде хвастаться волочка у меня самая сладкая так третий раз надо выключать на принципе выключать уже поздно сейчас закончится съемка сама потому что 20 ровно через минуту она сама выключится надо заканчивать сливы уссурийские китайки сладчайшие никогда не привались не не дичают вот генгерки розовые богатырские эти тоже на украине никто их никогда не привал они прекрасные до 50 грамм в общем расхвастался видите нужны ли вам груши культурные и дикие закончились остались еще семена с этих самых семена яблонь еще есть манжурский орех еще есть лещина вот ранетки но это на подвой в основном а то ненадежно от культурной ранетки ждать культурные плоды можно но ненадежно вот пожалуй все и вот пока я сейчас просто полистаю так потому что через несколько секунд все закончится само ну закончится и закончится вот ну что успею то покажу это все я именно такие семена я распространяю ну кроме культурных абрикосов косточки закончились до свидания друзья вот 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 Продолжение следует...